После дождя они такие толстненькие. Вышел я сегодня в магазин, а на обратном пути подумал, пробежаться по посадке рядом с домом, который поискал грибочки и не ошибся. Начали попадаться такие вот красивые подосиновики. Там еще где-то видел вдалеке, сейчас буду срывать понемножку. Комары кусаются, надо побыстрее пробежаться и убивать отсюда, потому что загрызут. Вот еще один, красавчик растет в траве, бочоночек. Где-то еще видел. Ямку зароем, вот совсем маленькие, Маленькие тоже вкусные, заберем. Вот такая вот кучка попалась. Сейчас еще пробегусь, думаю что-то найду. Эта посадка всегда радует подосиновиками. Вот такая вот кучка. В теньке спрятался, манипусенький. Сюда. Вот еще один красавец. Я удачно зашел. Дождик прошел, они начали активно выпрыгивать. Грибы заставили залезть в дебри, в чистой одежде. Надеюсь, из этого стоит. Вот еще один маленький кабанчик. У меня уже почти потемнело. Но камера еще вроде свет получает. Снимает нормально. Забираем. Попался. Шляпа склонила. Это скорее всего подберезовик. Тоже возьмем. Как такой грибочек можно не заметить. Спускаюсь вниз к забору. И вот он растет. Просто великолепный гриб. Просто огромный и красивый. Если бы комары не кусались, то было бы вообще шикарно. Вот он, друзья, какой. Да? Красавец. Надо еще приближаться. Пока уже полностью не потемнело. Было бы хорошо выдержать паузу и сюда зайти через дня три. Да, думаю, грибы повыскакивают еще больше. Ну, дня три терпеть опасно. Потому что другие любители ходят. Так что лучше брать. Забираем. И еще один красавчик. Под листьями скрывается. После дождя они такие толстенькие. Красивые. Берем хороший экземпляр. Он лежит. Мой красавец. Неподалеку растет. Совсем маленький. Мы тоже ударники. Забираем такого красавца. Это я иду с магазина. Я решил заскочить в ближайшую посадку возле дома. Считаю, что неплохо заскочил. Уже с десяток таких красивых подберезовиков нарвал. Считаю, что неплохо сходил в магазин. Грибочки попадаются как раз на голове. Вот какой стоит. Красивый. Сейчас будем его вырывать. Снимаю на телефон гоупро. Дома забыл. Кроме красноголовиков. Попадают еще. Такие вот. Белые. То ли грузди. То ли. Другие. Грибы. Скорее всего грузди. Кто знает. Что. Это конкретно. Напишите. В комментариях. Вот под этой яблони тоже растет товарищ. Сейчас еще походим. Посмотрим, чем нас побалует эта посадка. Странно так получается. Сегодня был в лесу. В лосиновой роще. Да и ни в одной. Грибов нет вообще. Вот в этой посадке, которая рядом с дома. Они всегда растут не в сезон. Или здесь другой. Климат какой-то. Не могу понять. Но вот такие вот. Вкусные экземпляры. Радуют довольно часто. Думал от меня спрячется. Смотрю. Бугорок виднеется. Приподнял. Там такой вот красавец. Растет. Жалко конечно срывать такие маленькие. Можно было бы оставить, чтобы вырос. Но в этой посадке оставлять нельзя. Потому что много людей ходят. И до завтра он уже точно не вырастет. Кто-то его сорвет. Так что забираем без сожаления. И идем дальше. Дождик прокапывает. Вот рядом с таким. Что-то два подосиновика. Наверное старый подосиновик. Рядом с ним. Молоденький. Растет. Красавец. Просто прелесть. Растет. 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 Погода странная, пошел дождь, немного покапал, чуть-чуть намочил, успокоился. У меня вот такой вот красавчик. Плохо, что темнеет, такой вот старенький, пускай растет, а семена, а вот здесь вот показал голову подосиновичек, комары начали кусать, надо убегать отсюда. Чем больше солнца, тем у него шляпа краснеет, если подосиновичек сидит в тени, то у него шляпа более белая. Старый оставляем, маленький забираем. Спрятался, молю пусинки среди берез, пока доберешься. Вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть и набралось штук 20 таких красивых экземпляров. Уже темнеет, комары расстреляли полностью, вся спина чешется, руки чешутся. Сейчас еще загляну вот в эту вот посадочку, которая впереди мой, там что-то будет, тогда буду заканчивать. Спасибо, что смотрели, оставайтесь на канале, комментируйте видео, лайкайте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok